Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Что я могу сказать? Ну, во-первых, наверное, то, что ответ формально поделим на две части. Первая часть будет касаться ваших вопросов, и вторая часть будет касаться всего остального. Значит, вы спрашиваете, есть ли шанс, что он меня полюбит? Ну, если он вас любит, то он вас и любит. Если он вас разлюбил, то обратно уже, скорее всего, не полюбит. Как его вернуть? Ну, наверное, дать ему все-таки время. Вот. И уважать его решение, выбор, его границу и так далее. Какое-то время пообщаться, ну, просто по-дружески и, в общем-то, без каких-то обязательств, да, без интимной жизни. Вот. Просто пообщаться. Вот. Непринужденно. Потому что это должно немножко снизить градус напряжения. Вот. Вам показать то, что вы заняты, вам показать то, что вы живете в своей жизни, вам показать то, что вы реально можете уйти, то, что он реально может вас потерять. Ну, а пока что мужчина в любом случае вас потерять не боится. Это, конечно, в любом случае ситуацию усложняет. Потому что если нет какого-то такого здорового опасения по поводу потери человека, то отношения, конечно, теряют определенную свою изюминку и перчинку. Вот. С другой стороны очень важно понимать, что страх потери, он не должен превалировать, он не должен становиться ведущим фактором. То есть он, ну, вот у него есть, как бы, да, свое место вот у этого страха. И, соответственно, на этом месте он, в принципе, должен оставаться. Вот. Если этот страх потери, вот как у вас, превалирует, то возникает ситуация, конечно, несколько патологичная. Вот. Шанс вернуть его есть и в том случае, если вы пойдете на психотерапию, если вы займетесь психотерапией, если вы работаете над собой и начнете по-другому устраивать отношения с ним. Вот. На мой взгляд, несколько более разумно и оптимизировано, если можно так выразиться, используя свои ресурсы, которые у вас есть. Вот. Так что, это ответы на ваши вопросы, которые вы задаете. Теперь, что касается всего остального вашего текста. Ну, во-первых, я не очень понял хронологию вашего рассказа. То есть, вот вы пишете, что сегодня ровно полгода знакомства с мужчиной, которого я полюбил и потерял. И, как я понимаю, это не тот мужчина, про которого вы пишете дальше. Это другой мужчина. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот выглядит это так. Значит, если это, если это так, если это так, то есть, если, значит, это действительно другой мужчина, не тот, про которого идет речь в вашем тексте, то... Во-первых, расставание с ним есть травма. Во-вторых, у вас как-то связано, на мой взгляд, значит, любовь и потеря. Вот, понимаете, в чем, в чем, в чем, в чем, в чем, в чем штука? А, штука в том, штука в том, что... А, тот, кто любит, да, он, ну, как бы не может потерять. То есть, ну, нельзя потерять. А, в этом смысле, да? А, человека, которого мы любим. Потому что любовь, это не про принадлежность. Любовь, это не про принадлежность. Любовь, это про другое. А, другое, это про желание... Ээээ... Что-то... Ээээ... Ну, делать. Для человека, это желание... Эээ... Значит, эээ... Ему что-то отдавать, и это про готовность отпустить. Поэтому если мы говорим о том, что вы, человека потеряли, да? то вот важно разграничивать любовь и потерю, а потеря это не про любовь, это про что-то другое. Значит, как я уже сказал, расставание есть травма, я имею ввиду расставание с мужчиной, а если вы соответственно травму эту не прожили, если вы ее не проработали, то она конечно же влияет на ваше поведение, в том числе и текущее поведение, если это другой мужчина, конечно. Вот, если это мужчина тот же, вот, то тогда одним из ключевых вопросов, которые у меня к вам есть, это вопрос о том, а не задумывались ли вы, как бы банально это не звучало, почему так? То есть, не задумывались ли вы над темой, откуда вообще такая модель поведения у вас? Не задумывались ли вы над темой, а вот с чего, по какой причине вы ведете себя вот так, как вы ведете, делаете все, что делаете, поступаете, так как поступаете и так далее. То есть, не задавались ли вы сами себе этот вопрос? На мой взгляд, это было бы весьма-весьма полезно для вас. То есть, вообще, как бы, ну, проанализировать, что вообще и почему происходит. У меня был довольно большой перерыв в отношениях, и весной этого года я начал активно знакомиться с мужчинами в тиндере и ходить на свидание. Вот смотрите, аноним, какая здесь история. Вот, когда вы говорите о том, что вы знакомитесь в тиндере и ходите на свидание, свидание, вот. А какая мысль возникает у меня? У меня возникает мысль о том, что вы не воспринимаете мужчину, как мужчину, как личность, вот. Вы воспринимаете мужчину только как мужчину, вот. И взаимодействуете только по гендерной составляющей, по гендерному пути. То есть, у меня к вам вопрос, умеете ли вы устраивать личностные отношения с мужчинами, вот. Что между вами и мужчиной, которого вы описываете, вот, что общего между вами? Честно говоря, пока что, я не очень понимаю и вижу ответ на этот вопрос. Кроме страсти, бурления и всего такого, вот, кроме этого, я не вижу ничего общего между вами и мужчиной, чтобы вы, вот, ну, могли, могли, для меня выглядеть, как человек, который выстраивает отношения с партнером, да, на основании того, что, ну, их объединяет и что их связывает, вот. Если это так, если это так, то это одна из ваших системных деструкций, вот, одна из ваших системных деструкций, которые, к сожалению, влияют на то, что происходит. Да, конечно, это не первопричина. Само собой, это не первопричина. Само собой, что мы сейчас не лезем в глубинные причины происходящего, вот, потому что, на мой взгляд, это не имеет смысла. Вот, так как про свой прошлый опыт вы вообще не пишете. Но с этого уже можно начинать. Итак, значит, давай активно ходить на свидание. Что это значит? Ну, вот, значит, по сути, что значит, что вы ходите на свидание? По сути, это означает сведение своей ценности к предметной, по факту. Ну, по факту. То есть, что такое свидание? Свидание, когда человек выставляет себя на показ, как товар, вот. Если свидание является самобытной, фундаментальной формой взаимодействия между людьми. Свидания могут быть как форма взаимодействия между людьми, которые уже знакомы. Но когда происходит так, как вы описываете, это именно то, о чем я говорю. Поэтому, что здесь история про то, что вы себя обесцениваете. Значит, сведение своей ценности, значит, к такой вот примерности, это обесценивание. Особо никто не западал в душу до встречи с ним. А что значит западал в душу? Точнее, что такое западение в душу? Западение в душу, это попадание в образ. То есть, у вас есть определенный образ, ну, мужской. Вот. Который, судя по всему, вы ищите. Ну, или которого вы ищите, судя по всему. Вот. И этот образ, если он попадает, все хорошо. Если он не попадает, то мужчина вам в душу не западает. Вот. Но здесь, опять же, здесь нет личностного взаимодействия. Что важно. Восприятие человека. Восприятие себя с человеком. Нет. Первые минуты встречи с ним у меня были противоречивые эмоции. Какие? Восприятие. Обычно мне было все равно. Тут я пытался понять, нравится он или нет. Я открою вам небольшой секрет. Вы пытались понять, правда ли или нет, что от него вы можете получить то, что вам хочется. Ну вот. Я его, очевидно, впечатлил. Это было долгое свидание непросто. Вот понимаете, да? То есть, по факту, по факту, я подчеркиваю, по факту, возможности для того, чтобы увидеть в человеке личность, отсутствует, потому что когда это свидание, в кавычках, непростое, ни о каком узнавании, ни о каком естественном поведении речь не идет. А значит, речь идет об игре в образ. Он младшина три года, был женат, жена изменила и ушла. Ну, я бы сказал, что очень мало информации, при том, что, по сути, только возраст и личная жизнь. Я понимаю, что в какой-то степени это важно, но первое общение между двумя людьми, наверное, все же не об этом. О возрасте, да, но не об этом. Как-то, на мой взгляд, несколько другие вещи достойны внимания. Но то, что вы на это обращаете внимание, очень важно. Вот. То есть, почему только об этом, почему только этого выделяете. Следующие отношения тоже закончились изменами. Ну, вот я так и представляю, как мужчина на первом свидании рассказывает о том, как ему изменила жена и следующая женщина. Если человеку изменяет его жена и следующая женщина, то, может быть, в нем какая-то проблема? Вот. А иначе что? Иначе давление на жалость получается. Я ушла со свидания, потому что устала от него. А от чего конкретно вы устали? Через минут сорок написала Могуля вернуться, вернулась. Что изменилось? Ну, что произошло? И мы гуляли допоздна, а потом переспали. Я явно залипла и, похоже, испугалась. От чего испугались? Нормально ли для вас вот так переспать? Понимаете ли вы, что это значит для отношений? Три с половиной месяца отрепляла его нервы, удаляла повсюду, блокировала и уходила со свидания из его дома посреди ночи, упрекала его даже в том, что он не делал, называла жадным, хотя он очень щедрый. Свет похожий на то, что вы считаете себя недостойной любви. А значит не любите сами себя. А значит не принимаете себя такой, какая вы есть. Даже один раз напиваясь до полуобморочного состояния, хотя обычно не пью. Это опять же с одной стороны потребность любви, с другой стороны желание себя обезобразить. Он отправил за мной такси, меня вырвало в мою сумку, он доставал мой паспорт, телефон, потом просил прощения, он прожал, но после отпуска сказал, что все, довольно он не любил, меня не любит и никогда не полюбит и устал. Я настаивал на последней встрече, у нас был секс, была моя истерка. Собственно, здесь вот начинается то, о чем я говорил, ну, немножко раньше. Значит, вы бросили прощения, после он сказал, что не любил меня, не любит и никогда не полюбит, я настаивал на последней встрече. Зачем? У нас был секс. Окей, хорошо. Была моя истерика. Истерика – это потребность во внимание и желание быть значимой. То есть, помимо того, что вы боитесь близких отношений, об этом вам сказал мой коллега, вы, судя по всему, от значимого мужчины пытаетесь получить внимание. И в то же время боитесь его избегать от этого. То есть, это проблематика личной границы. Здесь. Ну, не только. Не только. Так, значит, я на полу на коленек валял, но он сказал нет и на моих глазах пошел на свидание. Как вы к этому отнеслись? Как вы это восприняли? Непонятно. Через неделю мы решили продолжить в формате свободных отношений. Кто мы? Конкретно вы, я на нем, решили это сделать. Только так, он согласился и я обещал, что уйду в любой момент, но думаю мы оба понимали, что это ложь. Ну, ну, я бы сказал, что вы изначально, в какой-то степени врали друг другу. Следующие два с половиной месяца были рядом для меня, и я устраивал от него. Я ревиновал, я следил за свидетелем, упрыгал, вызывал вину, даже соусидом угрожал. А почему? Вот опять же, непонятно, а из чего? Все это, все это такое поведение, оно из чего? В чем его причина? Ну, вы спрашивали себя хотя бы, вы хотя бы каким, из чего я так себя веду-то? С чего это вдруг этот мужчина стал для вас таким важным? Почему вы, говоря, что соглашаетесь на формат свободных отношений, ревнуете, следите, упрекаете? Это уже не формат свободных отношений. То есть вы не отвечаете за свои слова и не несете личной ответственности за свои действия, получается. В следствии чего, так? Не все было рядом, конечно, я очень его поддерживал, когда его сократили, когда они с бывшей женой продавали квартиру, собрала одна его вещи во время переезда, когда он болела, ходила за лекарствами, присылала ему еду и даже цветы, потому что у него кошка, она любила их нюхать, я люблю их обоих. Помогала обставить новое жилье, собрала кресла, купила посуду, все для кошки, куча комнатных растений и картины. Заботилась о нем, слушала его. Вот вы это все говорите, вы вот это все делали. Вот подумайте, из какого чувства? Точнее, из каких чувств вы это все делали? Он тоже заботился, присылал мне завтрак и ужин на работу, ходил со мной в фотосъемку, исполнил несколько моих мечт и мечт. Он всегда вызвал меня такси, встречал, провожал, утешал. За время отношений с ним я стала красивее, изменила прическу, начала ходить на танцы, обновила гардероб, похудела. Хотя у меня и так хуже хобби было до него, но с ним я как будто перестану снять то, чего хочу. Это человек-костыль. Через него вы получаете что-то для себя. Вы говорите, я стесняюсь, стеснялась того, чего я хочу. С чего бы? 5 декабря у нас был секс и очередной скандал за того, что у него была другая за два дня до этого. Тут очень сумбурно и я, честно говоря, не очень понимаю, какая другая за два дня до чего. Вот, ну хорошо. Это по факту измена. Хотя о какой измене речь, если вы в свободных отношениях, не ясно. Ну ладно. Утром у меня молча ушла, 6 декабря мой день рождения был приглашён. Я позвонил и он сказал, что в день рождения я вступил в отношения, больше не пиши, не звони. Хотя 12 часов назад говорилось, что вообще не хочется отношения. Вот, смотрите. Значит, здесь вы предполагаете измену. Ну, имеется в виду скандалы за того, что у него была другая. Кстати, а какой вы вклад внесли в скандал? Ну, короче. Это измена. Да? Допустим. Допустим, это измена. А на следующий день вы звоните, чтобы что? Чтобы он пришёл на ваш день рождения? То есть вы, по сути, прощаете ему измену. Или вы понимаете, что вы всё-таки в свободных отношениях и он может так делать? Из-за чего тогда скандал? Да? Так, я буквально обезумело стал описать, звонить он блокировал и вот сегодня ночью я просто приехал к нему. Опять же, отдаёте ли вы себе отсчёт в том, из-за чего вы обезумлены? Что в этом? У меня такое ощущение, что вы вообще не знакомы со своими чувствами и переживаниями, вообще не отдаёте себе отсчёт, что с вами происходит. Дальше я, значит, читать не буду ввиду этических соображений. Вот. Но, значит, он сказал, что боится меня, что я рушу его жизнь и отношения. И как вы к этому относитесь? Что никогда не полюбит меня. Но это он уже говорил. Я не верю, что он правда полюбит её и что правда вступил в отношения после 12 часов после секса со мной. Во-первых, что значит вступил в отношения? Ну, это что такое? Это как? То есть, что мы понимаем под вступление в отношения? Это первое. Второе, здесь про самооценку вашу. Про зависимость от мужчины. Потому что, да, можно вступить, можно после секса с одной женщиной, по сути, начать какие-то отношения с другой. Но вы в это не верите. Потому что вам больно. А больно вам? Потому что, соответственно, вы сталкиваетесь с обесцениванием себя. Которое у нас было всегда. Отсюда такая боль. Но, которую вы не замечаете. Так. Тут вы пишите про идеализацию его. Немножко. Почему-то вы пишите, что... Да. При свете. Первый раз при свете у вас был интим. За все это время. Первый раз при свете. О. Ладно. Так. Сказала, что люблю и буду ждать какое-то время. А что вы вкладываете в люблю? Сказала, что люблю и потому не полезу. Но вы уже полезны. На этот раз я сдерживаю слово. А что изменилось? Хотя любил бы он ее, не стал бы со мной снова спать. Почему? 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 Откуда такая у вас позиция? Кроме того, вы говорите, что выступили с инициатором сексом. Вот. То есть... Видите, как бы вы обесцениваете сразу. То есть вы говорите, что я люблю и не полезу. Но... Хотя, если бы он любил, да... Не перестал бы со мной. Так... Какая разница? Вы же не можете знать, что для другого человека возможно, а что нет? Это невозможно для нас, а для него возможно. Скажите, есть ли шанс, что он меня полюбит? А вы задавались вопросом, почему вам так важно, чтобы именно он вас полюбил? Как его вернуть? Ну, как я уже сказал, да, вообще-то психологи не возвращают партнеров. Мы помогаем разобраться в себе. Но мы не занимаемся тем, что возвращаем тех, кто ушел. Вот. Поэтому я понимаю, что у вас травма, я понимаю, что вам, вероятно, сейчас плохо. Но также я понимаю и то, что вам нужна психотерапия. На мой взгляд, то, что с вами происходит сейчас, это... в какой-то степени кульминация от того, что происходило с вами уже довольно давно. Вот. Вот. Ну, а по удержимся, это больше по предсказаниям этого раздела эзотерики. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду прощать дальше. С вами был Игорь Негода. Как? Игорь Негода. Продолжение следует...